Взгляд кто провоцирует конфликт России с Германией Л. Кто провоцирует конфликт России с Германией 17 июля 2019 года 8.20 фото Пак. Текст. Евгений Круттиков Немецкие военные эксперты выступили с очередным грозным предупреждением Они уверяют, что Россия специально ищет военного конфликта с Западом И, более того, может нанести неожиданный удар по Европе В том числе с применением ядерного оружия Откуда берутся подобные безумные взгляды в западном экспертном сообществе? Россия вооружается запрещенными ракетами и готовится к войнам на территории ЕС Заявляют немецкие СМИ Об этом пишет газета Die World Со ссылкой на доклад генерал-лейтенанта Бундесвера в отставке Бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса И директора Института политики безопасности в Киевском университете Ахиме Краузе Передает РИА новости Генерал Браус заявил, что Россия специально ищет конфликта с Западом И пытается уничтожить мировой порядок А также подорвать сплоченность Североатлантического альянса По его мнению, Россия понимает, что не сможет победить НАТО Поэтому она может нанести неожиданный удар, подкрепленный угрозой ядерного оружия Итогом такого удара станет ситуация, когда Европа будет вынуждена выбирать Между полноценной войной и подчинением Москве Возможным местом начала тогда клачики назвали Прибалтику, Польшу, Украину и Черноморские страны Район Карибского бассейна не рассматривается, и на том спасибо Хотя в германской традиции сарказм не понимают Там все прямолинейно Брауз и Краузи заявили также, что ключевую роль в конфликте будет играть Германия Поэтому они призывают правительство ФРГ максимально быстро привести Бундесвер в боевую готовность Хейнрих Брауз Сейчас он в основном ассоциирован с такими крайне правыми структурами, как Чатам Хаус и Атлантический совет Примерно та же история и с профессором Кильского университета Яхимом Краузи Он тоже сотрудничает с Чатам Хаус Скорее всего, именно эта организация и провоцирует подобные выступления отставников и провинциальных профессоров политологии Но Краузи не так прост, как его соавтор Он известен как автор книги Вместе с Чарльзом Малари Химическое оружие в советской военной доктрине Военный и исторический опыт с 1915 по 1991 год И никто даже не интересуется, что никаких советов с химическим оружием в 1915 году еще даже не предвиделось Самим большевикам не предвиделось, но Крауз аналогию выстроил Это нормально для европейских советологов Три года туда, три обратно какая разница В 1995 году он вместе с тогда еще никому неизвестным Александром Рором написал объемную внешнюю политику России Его часто печатали и переводили в России в профильных академических изданиях со статьями типа Оценка вероятности войны, сходства и различия между Европой 1914 года и Восточной Азией 2014 года Этот текст был написан аж в 2016 году, когда война в Донбассе уже даже миновала активную маневренную фазу, и мир необратимо изменился При этом с 2014 года профессор Краузи активно включился в прогнозирование событий в Донбассе, предрекая скорую войну между Россией и Западом Вопрос тут к очень уважаемым людям, членам редколлегий и наблюдательных советов российских академических журналов, ассоциированных с МИДом, МГИМО и Дипакадемией, которые публиковали его в 2016 году У вас глаза есть Юахим Краузи, фото SWAT.org Но профессор Краузи очень последовательный и упорный человек Его коронным лозунгом стало что-то вроде Германия должна отказаться от политики деэскалации в отношениях с Россией В Германии все время говорят о деэскалации Или о том, что нужно выстраивать доверие Но как можно выстраивать доверие по отношению к правительству, которое нас постоянно обманывает в том, что касается Украины Это было сказано уже в 2015 году Со сменой внешнеполитической доктрины Москвы Краузи в том же выступлении на конференции ЕС по безопасности связывал и развитие событий на Ближнем Востоке Число джихадистов по всему миру, по его словам, за последние четыре года увеличилось почти вдвое Одной из причин Краузи назвал тогда жестокость режима сирийского президента Башара Сада, с которой он противостоит собственному народу Сирия сегодня это самая большая кузня джихадистов Почему Сад может себе это позволить? Потому что он получает оружие из России и из Ирана Это тоже вещи, которые нужно рассматривать в контексте Но и до кучи еще Россия поставляет ракеты в КНДР Такое мы даже не комментируем Просто надо запомнить, что профессор Яахим Краузи сейчас в ФРГ главный ястреб русофоб Уже лет пять занятый только тем, что призывает правительство Германии разрушить отношения с Россией Начать поставлять оружие на Украину и вообще готовиться к скорой войне, которая все не наступает никак Более того, он там один такой, что снова возвращает носка Чатемхаус и Атлантическому совету Федеральное правительство Германии вяло отмахивается С Краузи последовательно спорит уважаемые в Германии политики и ученые Его все реже зовут на интервью Тем не менее он олицетворяет собой вот эту апокалиптическую точку зрения Которая не изменяет десятилетиями Что тоже по-своему достойно уважения Все таки человек верен своим убеждениям, даже если весь мир против Лет восемьдесят назад на его родине такие люди были очень востребованы Было бы очень просто списать такого рода взгляды на отсталость и усталость пенсионного возраста европейских советологов и генералов Создается впечатление, что апокалиптические взгляды Русские идут Завтра война с белым медведем Не столько местного происхождения Сколько аффилированы даже не с атлантическим А именно и с англосаксонским мышлением Конфронтация с Россией это последнее Что требуется сейчас Германии Тем не менее в ней постоянно находится получающая зарплату в Лондоне профессора Твердящая о том, что Россия враг Беда даже не в этом А в том, что Краузи не просто констатирует этот факт А подгоняет Берлин к конфликту с Москвой Другое дело, что в самой Германии эти взгляды заведомо определяются как маргинальные Но никто не может поручиться, что через пару лет тенденция не изменится В России есть устойчивая группа специалистов Считающая, что Германия это настоящий союзник России в Европе Только какие-то случайные обстоятельства Несколько раз разводили нас по разные стороны баррикад Это спорная теория Но все-таки доля правды в ней есть Только вот сложно это объяснить тем в Германии Чьи взгляды последовательно формировались на странной смеси антисоветизма и русофобии Хотя изначально это все-таки разные понятия Мы стараемся, но устойчивая группа профессора Краузи Людей из Атлантического совета и Чатем Хаус Нас не слышит Может, слуховой аппарат им подарить или гугл-переводчик настроить По-русски ведь никто из них не говорит Хотя в кого-нибудь не сплошь советологи, русологи и кремлеведы Достоевского читали, как Кандализа Райс Текст Евгений Крутиков